С наступлением весны гололед сменяется новыми проблемами для автовладельцев. Привычным делом стали ямы и трещины на дорогах. Из года в год чиновники дают обнадеживающие комментарии, стараются решить этот больной вопрос. Однако на деле ситуация, как правило, остается неизменной. О качестве карагандинских дорог расскажет Руслан Идрисов. Почему каждый год весной все дороги в ямах? С таким вопросом к чиновникам на одном из заседаний обратился президент страны Нурсултан Азарбаев. Глава государства подверг критике качества астанинских магистралей. Но это столица, а что касается карагандинского асфальта, его состояние можно назвать еще более плачевным. К тому же на некоторых участках дороги одинаковая ситуация повторяется из года в год. Этот фрагмент дороги по улице Гоголя по праву можно считать головной болью коммунальщиков. Ремонтируют его практически каждый год, однако с приходом весны от нового асфальта не остается и следа. Вот возьмите Гоголя улицу напротив центрального магазина. Осенью запустили, с весны она уже вся разбита. Это что, о чем это говорят? Делают так, безалаберно. То, что латают, это бесполезно. Машина уже вся разбитая, ходовой практически нету. На месяц буквально хватает. Ну как, они где яма, там бугор делают, вот и весь ремонт. А вот видели, как на Бухаржирау сейчас ремонтируют. По мнению большинства оброшенных автолюбителей, в городе практически нет улицы, где дорога находится, если не в отличном, то хотя бы в хорошем состоянии. Водители карагандинских авто признаются, что машины приходится загонять в СТО регулярно. Виной тому качество дорог. Качество дорог ужасное. Дороги все убитые, разбитые. Это и уже сколько это лет длится. Несколько лет назад на карагандинских дорогах появилось ноу-хау. Ямы в асфальте теперь закладывают брусчаткой. Проезжая часть, конечно, не идеальная, да и выглядит все это сомнительно. Однако, по словам автолюбителей, они рады и этому. Брусчатка в асфальте лучше, чем побитый бампер. И тем не менее, от цементной плитки ситуация лучше не стала. Каждое лето заканчивается масштабным ремонтом дорог, а весна начинается с ремонта машин. И никакие обещания чиновников о светлом будущем автовладельцев уже давно не утешают.